Воздух главного медиа-центра Олимпийского парка буквально пропитан духом студенчества и новых идей. Даже места, где проходят дискуссии и встречи, в большинстве продумывали именно студенты. Зелёная зона – работа будущих архитекторов. Помимо цветов и форм придумали специальные панели. Любой человек, который войдёт сюда, он посмотрит на нашу выставку и сразу сформирует какое-то представление о нашей стране. И даже оно будет общее и будет представление в частности о каждом регионе. Именно в этой зоне обсуждают архитектурное будущее мира. Особое внимание хозяину фестиваля – Сочи. Участники предложили свои варианты развития бассейнов, рек-курорта. Например, Мацеста может измениться с лёгкой руки смоленского архитектора. Это долина реки Мацесты. Мацеста в переводе – это «живая вода». И вот тема конференции, которая у нас сегодня будет, «живая вода», дискуссии, панельной дискуссии «живая вода, живые города». Для меня «живая вода» – это вот именно то, что делает Сочи бальнеологическим курортом. Возможность представить своё видение перерождения курорта участники смогли в рамках конкурса «Сочи-2035». Молодые специалисты свежим взглядом посмотрели на те проблемы, решения которых уже не терпит отлагательств. Произойдут решающие дискуссии, обсуждения, подготовка к новому генеральному плану. И параллельно с этим молодые архитекторы предлагают своё видение, которое может войти в составную частью в этот генеральный план. Оценивать работы молодых архитекторов будет опытная жюри. Кстати, тоже когда-то оставившая след в Сочи. О подрастающей смене отзываются с уважением. На фестивале молодёжи только самые перспективные будущие архитекторы. Начинали мы с гостиницы «Лазурный» вашей. Собственно, своими руками я эти фасады рисовал. А последняя наша работа странным образом замкнулась в Сочи. Это «Южный-2». Вот мы сделали для вашего замечательного города. Кроме дискуссий на тему архитектуры, участники фестиваля говорят о политике, искусстве, спорте и других направлениях. Пока одни танцуют и поют, другие между делом сражаются в пинг-понг. Шахматы для любителей более спокойной паузы. Хочется увидеть технические достижения? Тогда дорога на выставку роботов. Конечно, быстрее и проще освоиться помогают волонтёры. Именно эти ребята, по мнению самих студентов, сделали их фестиваль дружным и понятным. Мои впечатления о Сочи – это очень продвинутый город, продвинутый сервис, инфраструктура. Больше всего впечатлён встречей. Спасибо, Россия. Мы очень впечатлены вашим гостеприимством. Спасибо. Только второй день фестиваля, а его участники уже переполнены эмоциями и впечатлениями. Чего ждать дальше, даже не загадывают. Но знают точно, удивляться и влюбляться ещё придётся не один раз. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.